Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо, Максим Радайкин. И я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Иванович, хотелось бы сегодня поговорить на ту тему, которой мы достаточно давно не касались, но не менее интересную, чем все происходящее вокруг нас. Владимир Владимирович, Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития арктической зоны Российской Федерации. Слово было дано Юрию Петровичу Трутневу, заместителю председателя правительства Российской Федерации, полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Наверное, стоит зачитать. Зачитает один из моих любимых персонажей. Это занимательно от слова совсем. Цитата. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора. Основной объем перевозки по Северному морскому пути до 2024 года должны обеспечить 4 компании. Новотек, Газпромнефть, Роснефть, Северная звезда. При выполнении этими компаниями планов объемов перевозки по СМП до 2030 года превысит 200 миллионов тонн. Руководители компаний присутствуют на совещании и отдельно доложат о реализации проекта. Ну, действительно, совещание, которое 13 апреля прошло под председательством президента России, представительные, ответственные люди, в том числе и вице-премьер правительства, отвечающий практически за половину территории России. Так у нас распределяется должность вице-премьеров, Юрий Иванович Трутнев, Юрий Петрович Трутнев, простите, отвечая за развитие всего Дальнего Востока, всей Арктической зоны и, кроме того, Северного Кавказа. Если посмотреть по площадям, то где-то половина России. Как он со всеми этими задачами справляется? Вот прозвучало одновременно и 2024 год, и 2030 год, и названо несколько компаний. Господин Юрий Петрович Трутнев, глядя, ну, наверное, не в глаза президенту, а в листок бумаги перед ним, сообщает, что компания «Северная звезда» все сделает. План амбициозный. План амбициозный, я не спорю. Каким образом, что никаких подробностей, не все совещание прошло в эфире, может быть, за кадром, так сказать, выступил Роман Троценко, какими-то своими соображениями поделился, мы этого не знаем. Но я очень сильно сомневаюсь, что в России есть судоверфи, которые возьмут на себя эту работу. Судостроительный комплекс «Звезда». Извиняюсь, название у нас такие. Обеспечен работой на определенный срок. Да, завод, который находится в городе Большой Камень, через пролив от Владивостока. То есть, если через пролив, то 30 километров, если по сухопутной трассе, то 300. Такая там география получилась. Куратор компании «Роснефть», базовые заказы, разумеется, от самой «Роснефти» и танкера газовоза для новых проектов «Новатека» загружен более чем. Возникает вопрос, а где же вы собираетесь все это строить, господин Трутнев? Каким образом и почему такая игра цифрами? Действительно, было задание президента России обеспечить грузооборот по Севморпути к 2024 году 80 миллионов тонн. В своем выступлении господин Трутнев, по-моему, в одной фразе перескакивает с 2024 года на 2030, с 80 миллионов тонн на 200 миллионов тонн. Ну, нужно еще назвать цифру, а сколько сейчас? Ну, на самом деле, наращивание шло планово. По итогам 2021 года 35 миллионов тонн. Все в допуске, все вполне. Ну, пойдем дальше по этому списку замечательному. Основные грузы, порядка 80% того, что проходило по Севморпути в двадцатом году, в двадцать первом году. Это грузы Ямал СПГ, это сжиженный природный газ, и там контрольный пакет акций действительно принадлежит частной компании Novotek. Остальные проценты распределены между французской Total и Total Energy, новое название, и двумя китайскими компаниями, фон Шелкового пути еще одна. Не суть важно. То есть там работает консорциум, там суда построены танкеры-газовозы в Южной Корее, там налоговые льготы такого объема, что, ну, можно, в принципе, достаточно уверенно говорить о том, что проект Ямала СПГ с Россией связан, поскольку территориально находится в России. В течение двенадцати лет нет налога на обычных полезных ископаемых, нет налога на прибыль, нет экспортных пошлин, ну и так далее. Там целый список. Удобно. Очень удобно. Локализация оборудования Ямала СПГ, то есть то, что из всего оборудования, то есть общая сметная стоимость вот этого завода 16,5 миллионов тонн, то есть, ну, 20 миллиардов кубометров в пересчете на обычное состояние. Сметная стоимость там порядка 14 миллиардов долларов, из них 30 процентов это то, что удалось освоить в России. Ну, если кто-то считает, что вот это, этот консорциум можно считать российским, я напомню, что 20 процентов акций компании Новотек принадлежат французской компании Тотал. В проекте Ямала СПГ у Тотала 10 процентов отдельно, внутри Новотека там еще 20 процентов. В пятницу минувшего был принят и уже опубликован в официальном журнале Евросоюза пятый по счету пакет антироссийских санкций, я позволю себе, ты цитируешь, я же тоже так умею, Евросоюз установил запрет на транзит оборудования для производства сжиженного газа. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая. В перечень попали установки для сепарации углеводородов при производстве сжиженного природного газа, криогенные теплообменники и насосы. Кроме того, в нем имеется размашистая формулировка технологические установки для охлаждения сжижения газа в СПГ-процессе. Исходя из таможенных кодов, которые приведены в документе, данные ограничения не распространяются на газовые турбины и компрессоры. Соответственно, давай думать, каким образом, ну, про 200 миллионов тонн к 30-му году, я уже не живу, я старенький, давай про 24-й год поговорим. 35 было перевезено, готовность нового проекта «Новотек», где теперь у него уже не 51%, а 60. Японские участники, китайские, опять же, тотал. То есть, новый консульциум, проект называется «Артик СПГ». Три линии поджижения природного газа в 6,6 миллиона тонн каждой, то есть 19,8, то есть 28 миллиардов кубометров. Тот же пакет налоговых льгот, но на этот раз суда по настоянию Владимира Путина заказаны на судостроительном комплексе «Звезда» нашим древневосточным, то есть уже значительно более суровая привязка. Технология движения от компании «Линды», это Германия, соответственно, как компания «Линды» отреагирует на новый пакет санкций, неизвестно. Следующий момент, если исходить из того, что реакция будет максимально жесткой, то это значит, что криогенные вот эти витые теплообменники поставляться не будут, и вот весь перечень. Планировалось, что локализация при строительстве «Артик СПГ-2» достигнет уже не 30, а 40-45%. Что делать теперь? Первая линия СПГ готова на 98% и есть шанс, что до 27 мая все успеют, но это 6,6 миллионов тонн. Как и что дальше? На самом деле получается, что у России собственной технологии крупнотоннажного сжижения, то есть производительностью свыше миллиона тонн готовой продукции в год просто нет. Ее нет ни у «Новатэка», ни у «Газпрома», ни у «Газпромнефти», ни у «Роснефти», ее нет ни у кого. Что успели за это время сделать? То есть мы же импортозамещением занимаемся с 2014 года, как известно. За это время тема СПГ, производство оборудования для производства СПГ, такая тавтология, в России занимался ни «Новатэк», ни «Газпром», а «Росатум». Почему нет? Что совершенно логично, конечно, ни у кого никакого удивления не вызывает. Если нужно что-то точно сделать, что-то неподъемное, энергозатратное, финансово затратное. Это все кидается на «Росатум». «Росатум» на самом деле в прошлом году сделал очень серьезный шаг. И вроде бы точных данных, конечно, нет. Но, по крайней мере, «Росатум» сам говорит, что это сделано при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации под Ленинградом. Построен испытательный криогенный стенд для проверки качества криогенного оборудования. Это очень большой шаг, это действительно серьезно, потому что таких испытательных стендов в мире всего три. Наш как раз третий. Есть один в Соединенных Штатах, есть один в Европе, теперь есть у нас. Для чего он нужен? Если мы пытаемся производить какое-то оборудование для производства СПГ, то его надо проверить, как оно работает при тех температурах, которые там ждут. Благодаря этому стенду достаточно большой бассейн и множество измерительных датчиков, чтобы можно было проверять в любых режимах ту или иную часть оборудования. Наполнен жидким азотом, это минус 196 градусов. Проверять можно, потому что температура сжиженного природного газа минус 162, то есть даже с запасом, чтобы все было. Чье оборудование там уже протестировано? Там проверены витые теплообменники для среднетоннажного сжижения, которое производится на ЗИО Подольск, подразделение машиностроительного дивизиона РУСАТ. Тут через дорогу. Я про СПГ рассказываю. Кроме того, там проверено качество работы криогенных насосов. То есть вот СПГ получено, его переливают в криогенную емкость, подходит танкер, надо перекачивать. Вот стоит мирный насос, которому предстоит перекачивать сотни тысяч тонн, он находится внутри емкости. То есть у него такая температура производит их ОКБМ имени Игоря Африкантова, подразделение машиностроительного дивизиона РУСАТ. Вот. И собственно все. И собственно все, потому что то, что касается Газпрома, было создано совместное предприятие с Линдой, которое должно было в Санкт-Петербурге производить ветви и теплообменники, но уже для крупнотоннажного движения. То есть сейчас все зависит от того, как Линда отнесется к дальнейшему функционированию совместного предприятия. Я сильно подозреваю, что компания Линда не испытывает ни малейшего желания уходить из России, где вот такие проекты идут. С учетом срока пребывания Линда в России насчитываешься, по-моему, больше ста лет? Больше. Одна из первых в мире компаний, которая вообще занималась сепарацией газа и так далее, и так далее. Но не суть. То есть у нее есть свои отношения со своим правительством во главе с Адольфом Шульцем. Как они, сумеют они стать исключением или они вынуждены будут подчиниться распоряжением арийского рейхканцлера или просто канцлера. Пусть там немцы разбираются, как его правильно называть. Неизвестно. Юрий Трутнев, который уверенно говорит, что Новатэк сможет обеспечить вот такой объем нагрузоперевозок на совещании под руководством президента, не говорит никаких сложностей, которые только что возникли у Новатэк. Ни одного слова нет. У него все в порядке. Он отчитался в 2004 году 80 миллионов тонн, в 30-м 200 миллионов тонн. И что там еще у нас по списку? Роснефть должна обеспечить. Роснефть тоже должна действительно обеспечить. К 24-му году были планы начала работы первой очереди проекта Восток Уилл. Это та самая нефть Таймыра, Паяхского месторождения. Это нефть Ванкорской группы месторождения, нефть Паяхской группы месторождения. Это магистральный нефтепровод до порта Диксон длиной 700 километров и так далее. Справится ли Роснефть с этой работой, с учетом того, что нефтесервисная компания западная от нас ушли, справится ли в такой срок, неизвестно. Ничего нам Юрий Петрович Труднев об этом не говорит. Он уверенно заявляет, что Роснефть с этим справится. Присутствовали на этом совещании глава Роснефти, неизвестно. Может быть, кто-нибудь об этом поподробнее расскажет. Пока есть только та стенограмма, которая выложена на сайте президента. Не более того. Соответственно, там опять возникает вопрос о необходимости строительства теперь уже нефтяных танкеров усиленного класса, но с этим как раз судостроительный комплекс «Звезда» должен справиться. Разумеется, при этом возникает необходимость строительства нефтеналенового порта рядом с Диксоном. Диксон – это вообще остров на материковое части. Там сейчас, по тем сведениям, которые есть, работают около 600 человек. Это и многоубительные работы, необходимое строение на берегу и так далее. То есть, подготовка уже началась. Успеет, не успеет. Неизвестно технико-экономическое обоснование. Не принято окончательное инвестиционное решение. Да, есть два акционера. Международная трейдинговая компания «Трафигура» и «Витол» по 10%. «Трафигура» 10%, «Витол» 5%. 10% – 10 миллиардов долларов. То есть, все по-серьезному. Ну, это трейдинговая компания. Отношения к производству оборудования они не имеют. И будет ли оно поставлено в необходимом количестве или не будет. Я пока свежего анализа комментариев каких-то от Роснефти не слышал. Потому что уход нефтесервисных компаний означает, что мы можем использовать только свое оборудование. Один из видных социологов Российской Федерации, он же министр промышленности и торговли, Денис Мантуров, сообщил, что локализация для нефтедобывающего оборудования достигла 60%. Задание было, правда, другим, но это совершенно не важно. Важно, что свежий отчет, 60% есть. Хватит ли 60% локализации для того, чтобы был реализован проект «Восток Уилл»? Сказать сложно. Если будет запущено в эксплуатацию хотя бы первая очередь, тогда да, к 2024 году мы действительно выходим на 80 миллионов тонн, потому что того, что собирается поставлять Роснефть, вполне достаточно. Но при условии, конечно, что состоится реализация проекта «Новотека» Арктика СПГ-2. А что с ним? Я только что перечислил. Вот так выглядело совещание, вот так выглядело выступление одного из крупных наших политических руководителей, представителей правительства, которые готовятся работать в условиях санкционного давления. Почему? Ну, я, по-моему, достаточно серьезным голосом все это говорю. Никаких уточняющих вопросов, никакой ответственности за то, что говорит этот милый человек. То есть вот он сейчас в очередной раз подтвердил, что к 2024 году 80 миллионов тонн грузооборота составит. А что будет, если не будет? И чтобы уж окончательно было ясно мое отношение к этому совещанию, я тоже, с твоего позволения, процитирую, чтобы никто не обвинял меня в том, что я где-то ошибся. Когда закончилось совещание, заключительное слово, разумеется, взял Владимир Путин, он ведущий этого заседания, и какие-то слова сказал. По пунктам аккуратно, в надежде на то, что правительство каким-то образом отреагирует. Второе. В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС. Мы сегодня об этом не говорили практически, но это очень важная задача. Я знаю, упоминалось о вертолетной группировке и так далее, но этого, конечно, недостаточно. Это отдельная тема. Прежде всего, конечно, думать об этом нужно в местах реализации наиболее важных масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Сказано совершенно логичная вещь, и то, что можно совершенно отчетливо услышать в словах президента, сегодня мы об этом не говорили. То есть те люди, которые собрались на это заседание, посвященное развитию Арктики, просто об этом забыли поговорить. И необходимость заниматься этим вопросом поднимает президент страны. Наши руководители правительства, министр развития Арктики, вице-премьер, отвечающий за этот регион, этот вопрос не поднимает. Мне кажется, что это говорит, конечно, о высоком качестве подготовки этих выдающихся специалистов к этому заседанию, к тому, что они готовы были разговаривать с высшим должностным лицом Российской Федерации. На мой взгляд, все это выглядит достаточно странно. То, о чем неоднократно говорилось штаба Северного морского пути, так и не возникает. То есть мы по-прежнему видим отдельно одного министра, отдельно вице-премьера. Я надеюсь, что на этом заседании дали слово руководителям Росатома, а это у нас оператор развития Северного морского пути, может быть, представители компании на реализацию проектов, в которых так уверенно рассчитывают господа Трутнев и Козлов. Мы этого не знаем, и у меня отношение к этому заседанию, ну, так уж сложилось, крайне скептическое. Это я еще не касался подробно того, что сумел сказать господин Козлов. Сумел он многое. Способный. И мне, на самом деле, вот при всем, как бы это, не самым серьезным, Тони, о котором я сегодня пользуюсь, на самом деле прискорбно, потому что по-прежнему, несмотря на то, что нам фактически объявлена экономическая война, которая идет, и она становится с каждым годом жестче, вся эта публика, собирающаяся на заседаниях, она остается в предыдущем времени, которое 24 февраля 2022 года просто закончилось. По-прежнему нет никакой речи о мобилизации. Господин Козлов, упоминая о том, что Россия в этом году была представителем Арктического совета, это международный клуб такой всех стран, которые имеют отношение к Арктике, то есть чья территория касается Арктического региона, он очень вскользь прошел мимо того факта, что ни одно иностранное государство в работе совета просто не принимает участие. Вот просто. После того, что начало происходить, причем это не с февральскими событиями связано, это произошло чуть раньше, они просто не являются на этот совет. Казалось бы, надо поднимать этот вопрос, что Россию просто бойкотируют. Устав Арктического совета составлен так, что его распустить невозможно, они просто не являются на заседании. При этом произносится множество слов о том, что Севморпуть станет основной центральной частью нового караванного пути из Европы в Азию. Ну, это, конечно, замечательно. А что сделано для того, чтобы... Он, пардон, сколько? Полгода находится под Ледовым покровом. Там много о чем надо говорить, но очень странно, что... Я, конечно, еще не изучил досконально, но получается, что президент России, когда говорит о развитии Арктики, произносится достаточно серьезная, логически звучащая вещь. Он говорит о том, что необходимо обратить особое внимание на развитие судостроительной отрасли. Если мы говорим о Северном морском пути, то перевозки на чем-то надо осуществлять. Он говорит о том, что настала пора, наконец, принять закон о Северном завозе. Но это говорит президент. А люди, которые работают в правительстве, это наш исполнительный орган. Этого не говорят. Вот о том, что необходимо развивать судостроительную отрасль. Президент говорит. Министр развития Дальнего Востока и Арктики не говорит. Вице-премьер, отвечающий за развитие Арктики, не говорит. Социолог из Министерства промышленности тоже ничего об этом не говорит. То есть президент сказал, будет ли какая-то реакция? Не будет. Если будет, то когда? Кто возьмет на себя ответственность за то, что в 2024 году не будет выполнено задание президента наращивания грузооборота до 80 миллионов тонн? Ни одного желающего. Вот наши разговоры последнего месяца о том, как плохо в Европе, это, конечно, занимательно, это душу греет, но нам объявлена экономическая война. Ни одна война за счет обороны никогда не выигрывалась. Джентльмены, нам надо заниматься какими-то планами наступления. Вместо этого мы... Как это? Какая-то мысль вертится про макаронные изделия, ушные раковины и полное отсутствие ответственности. Ну вот заявили, что все будет работать хорошо. 200 миллионов к 2030 году. Хороший план. Хороший план. Я не знаю, как у тебя, у меня в средней школе был такой предмет, как астрономия. Я не такие цифры видел его. Миллиард тонн к 2100 году можно заявить сегодня, в 20-40 году. Прекрасно звучит. На мой сугубо личный взгляд, вот чиновник такого уровня, такого ответа первого лица должен либо лететь на следующий день уже на Дальний Восток и колышки выбивать. Так, у меня здесь будет верфь, вот здесь перевалочную базу, вот здесь новое ЖД будет. Либо он должен ехать рядышком, но уже на Колыму. Ну, на Колыму тоже работы хватает. Ну, в другом же ключе. Так что грустно мне все вот это выслушивать. Я, конечно, еще раз вычислю все, что попадет в прессу, прочитаю все комментарии, первоисточники и так далее. Но первое впечатление совершенно отвратительное. Простите, пожалуйста, за пессимизм. Вот как-то так. Ну, работа там непочатый край. Будем внимательно смотреть. Одна надежда то, что первое лицо внимательно смотрит за этим. И будем надеяться, спрос с этих лиц будет. Хочется верить. Друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите наши ролики. Напоминаем то, что YouTube скоро все. Так что подписывайтесь в Telegram. Ссылочки все будут в описании к ролику. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!